Мир, музей, май. Главная тема Самарской ночи музеев в этом году стала революция 17-го года, со времен которой прошло 100 лет. Показать грандиозное событие с разных сторон и приблизить горожан к той эпохе было задачей каждого музея. Мы подумали, как представить революцию сегодня, да, вот в 21 веке, той публике, которая придет к нам. И мы подумали, что, скорее всего, состояние, оно связано с предвкушением, чего-то нового, необычного. Главный лейтмотив – это взять почту, телефон и телеграф, поэтому на нашей площадке сегодня красные лозунги, красно-белые пиксели, телефон, телеграф, который можно собрать, отправить письмо в любую точку мира. Письмо смог отправить и глава города Олег Фурсов, посетивший литературный музей. Зрители в этот вечер рисовали агитплакаты, пытались представить человека будущего, и все это под песни, которые в свое время производили музыкальную революцию. Картина галереи немного выбилась из общей темы музейной ночи, но это по-своему тоже получивалось революционно. Здесь главенствовали игры начала 20 века и мастер-классы резьбы по дереву. А самым интересным стал квест по мотивам сказки «Конек-горбунек». Каждый ребенок смог собрать свою версию любимой книги. Мы выбиваемся немножко, наверное, от других музеев, потому что вообще просили делать ночь музея в этом году, посвященный Октябрьской революцией. Но мы детский музей, поэтому мы стали делать детские площадки. Это, безусловно, день беспокойный для нас, это правда, потому что мы к этому готовимся, получается, достаточно давно, и очень плотно последние несколько дней работаем. Но это, конечно, праздник. В ночь музеев этого года работало 16 площадок. Посетители ждали необычные перформансы, экскурсии, концерты, а для самых пытливых были открыты музейные закрома. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков, Максим Гусев. События. Григорий Пешаков, Максим Гусев. Продолжение следует...